Патриотами не рождаются, ими становятся. О любви к родине, героях, с которых стоит брать пример, о доблести и чести говорили сегодня на площадке форума «Наследники победителей». В Большом зале заседания регионального парламента сегодня ветераны, кадеты, юно-армейцы и волонтеры. Главная тема третьего по счету патриотического форума «Наследники победителей». Сегодня Россия занимает лидирующие позиции в мировой гонке вооружений. Но наша страна без причины никогда не брятцала металлом. Как отметил недавний президент России, современное оружие рано или поздно появится в других армиях мира. Но таких офицеров, как наш летчик, гвардии майор Роман Филиппов, у них не будет никогда. Именно люди, советские и российские офицеры для современной молодежи являются примером. Примером доблести, отваги и любви к своей родине. С самого детства я восхищался его орденами и его рассказами о войне. И как он защищал родину. Он был дважды ранен, причем один раз серьезно. Поэтому я хочу стать похожим, как он. Я считаю, что просто необходимо очистить память наших дедов, прадедов. Ведь именно они подарили нам жизнь. И мы должны быть за все благодарны. На площадке патриотического форума выступили и самые юные его участники. Два брата рассказывают стихи о войне. Я видел, как, сжимая кулачки, порой с ресниц лизинку вытирая, рассказывал мальчишка о войне. А диктор слушал, в шоке замирая. Так почему все это на земле в различных уголках творится? Быть может, нам с тобой, тебе и мне к решению проблемы подключиться? Если сами взрослые родители будут патриотами нашей страны, то и дети будут патриотами. И не надо будет никого учить. Они просто будут повторять то, что делают их родители. Сегодня же в ходе недели российского парламентаризма на базовой кафедре при законодательном собрании обсудили традиции парламентаризма, подвели итоги и наградили победителей конкурса художественных работ под названием «Будущее нашего края». Дмитрий Емельянов, Артем Петров и Сергей Свешников. Вести Ульяновск.